Станем мы Мои дни, ты не грусти Дождь в ночную дай Льет свою печаль Может быть сказано все бедлой фразой Но ты знаешь, что я люблю тебя Невозможно жизни храм до конца познать Было бы странно, если к нам не пришлось устать Но сердце не ждет Боль пройдет Дождь в ночную дай Льет свою печаль Может быть сказано все бедлой фразой Ты знаешь, что я люблю тебя Добрый вечер, Гомель! Мы приветствуем всех, кто этот вечер проводит вместе с нами в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4» Друзья, Гомель и Гомельская область, пожалуй, одна из тех огромных территорий, где создаются и воплощаются в жизнь, ну я не побоюсь этого слова, самые красивые и масштабные концертные программы И зачастую за их производством стоят артисты Гомельской областной филармонии Ну а наш сегодняшний эфир открыл великолепный артист, солист камерного хора Гомельской областной филармонии Александр Абросимов Добрый вечер! Очень рады видеть вас в нашей студии На самом деле повод сегодня просто замечательный Совсем скоро, вот уже почти на днях, Гомельская областная филармония отметит 50-летний юбилей Отметит с размахом Что стоит за этими цифрами, за этой датой, какие нововведения ждут коллектив Гомельской областной филармонии? Сегодня об этом в нашей программе Гомельская областная филармония – это первая филармония, появившаяся на территории Беларуси в феврале 1967 года Ее первым директором стал Андрей Бобыльков, а художественным руководителем – Алексей Лукомский С первых дней существования молодые энергичные артисты филармонии создавали артистические бригады И посещались концертами, лекциями и представлениями самые отдаленные уголки Гомельщины Знакомя городских и сельских слушателей с лучшими творениями мировой музыкальной культуры Постепенно филармония становилась главной концертной организацией города А ее солисты и коллективы – любимыми и желанными гостями на сценических площадках области В стенах учреждения формировались интересные творческие союзы и объединения, талантливые солисты и вокалисты В разные годы в Гомельской филармонии можно было встретить солистов ансамбля «Сибры» Одного из основателей советского джаза Эдди Рознера Известных современных исполнителей Александра Буйнова и Александра Градского Артисты Гомельской областной филармонии активно гастролировали по городам страны и за рубежом, покоряя зрителей своим мастерством История Гомельской филармонии – это сотни премьер, десятки тысяч концертов, которые всегда служили одной цели – сделать музыку ближе людям За долгие годы работы у Гомельской филармонии сложились свои традиции, которые свято берегутся и новыми поколениями артистов Главное из них – высокий профессионализм Сегодня здесь действуют профессиональные артисты и заслуженные коллективы, солисты которых занимают призовые места на различных международных конкурсах Я хочу представить наших сегодняшних гостей Сегодня в нашей студии Галина Павленок – народная артистка Беларуси, художественный руководитель Гомельской областной филармонии, председатель Гомельской областной организации Белорусский союз музыкальных деятелей, лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение Мы очень рады видеть вас в нашей студии, Галина Ивановна, добрый вечер Мы также приветствуем и заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, главного дирижера и художественного руководителя камерного хора Гомельской областной филармонии Елену Соколову Добрый вечер Надо обязательно упомянуть, что Елена Константиновна – обладатель медали Франциско Скорыны, которую, кстати говоря, вручают за значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и культурного наследия белорусского народа Настолько приятно видеть вас сегодня в нашей студии, тем более по такому поводу Наверное, Галина Ивановна, я не ошибусь, если скажу, что вы в филармонии с 1979 года Сегодня вы ведущий мастер сцены Более 30 лет, поправьте меня, если я не права, в своей творческой деятельности вы посвятили вокальному искусству, все так? Да, вокальному искусству, конечно, я посвятила больше 30 лет, потому что я считаю, что и учеба в Ленинградской консерватории, и 5 лет в оперном театре Новосибирско-академическом – это тоже И плюс здесь, в Гомельской областной филармонии, я считаю, что я состоялась как певица, как профессионал, вот, и продолжаю совершенствоваться, как ни странно Так что Гомельская филармония – хорошо А скажите, вот как было раньше и как сейчас? Мне кажется, это такой сложный вопрос Сложный Вы, мне кажется, готовы на него ответить? Ну, это большой вопрос, если вот мы хотим просто познакомить людей нашей области, города, что такое Гомельская филармония, то надо говорить долго Ну, я скажу кратко, что, конечно, время идет, время вносит свои коррективы, потому что, когда образовалась наша филармония Гомельская, я пришла, ну, я считаю, что в 80-м году она уже работала Изначально, мне кажется, я уверена в этом, что люди, которые создали эту филармонию, не совсем немножко понимали, что там должно быть Поэтому то, что было, то было На протяжении 50 лет все это совершенствовалось И сейчас наша филармония многопрофильная, многожанровая учреждение культуры Богатое талантами, богатое различными коллективами, различными программами И у нас есть свой авторитет, статус Это вот сегодняшний день Ну, это слова художественного руководителя современного учреждения Вот, кстати, мы вспомнили 79-й год, если не ошибаюсь, то как раз-таки именно в этом году и был образован камерный хор Гомельской областной филармонии То есть вы пришли в филармонию, да, только начинаете, и уже образуется такой коллектив большой Скажите, пожалуйста, Лена Константиновна, ведь вы, по-моему, возглавили хор в 89-м году, да? И это все, все вот эти годы, более 28 лет, получается, вы творите Да, я работаю в филармонии 28 лет Я нашла здесь свое счастье, свою судьбу И, конечно же, камерный хор, когда о нем говорят Это лауреат 10 конкурсов международных, причем европейских конкурсов Мы выступали в Польше, Германии, в Эстонии, в Литве Это все, так сказать, уровень был очень высокий Это первое Второе, то, что камерный хор – это яркий представитель высокого искусства К сожалению, в наше время роль искусства сводится к меркантильности Но настоящая роль искусства – это, конечно же, влияние на чувства слушателей И, конечно же, на их душу, очищение души В репертуаре камерного хора очень много произведений разных жанров Потому что мы должны охватить всю эту палитру И показать нашим слушателям вот такое вот обилие великолепной музыки Вы знаете, у нас для наших сегодняшних телезрителей, я думаю, и для вас, для наших гостей Большой сюрприз приготовлен Наши редакторы вот прямо сейчас связались с народным артистом Республики Беларусь С Анатолием Ивановичем Ярмоленко Который более 20 лет был солистом Гомельской областной филармонии И вот, Анатолий Иванович, вы нас слышите? Здравствуйте! Да, да, да Вы в прямом эфире программы «Добрый вечер, Гомель» Мы очень рады, здесь у нас много гостей, мы очень рады слышать вас Скажите, пожалуйста, вы помните тот период, когда вы работали в Гомельской областной филармонии? Конечно, помню О чем вы говорите? 21 год С 69-го года я пришел молодым по этой армии парнем И для меня это... 21 год, вы представляете, что такое? Весь путь становления Да, самый путь Все было в Гомеле Это были и счастливые, и сложные Сложный период жизни И мой личный, и коллектива Но мы выстояли, мы достигали там Мы на берегах тоже ходили, пели песни свои, распевали Молодыми ребятами Репетировали там Ну, пересадили мост там туда, я честно вам скажу Были у нас там пару мест таких Где мы развивались, творчики Самые светлые впечатления у меня о Гомеле И о всех наших тех, кто поддерживал нас Там кто у вас в студии? У нас Галина Павлинок Можно передать привет Я хочу сказать, что Анатолий Ермоленко Не только украшение всей Беларуси Он украшал нашу гомельскую филармонию И по всему Советскому Союзу Не то что рекламировал, но пропагандировал нашу филармонию И очень успешно Спасибо вам большое Скажите пожалуйста Да, Елена Шкамова там в хором руководит еще Да, вот сидит она Да, да Всем привет Это тоже лучшие кадры нашей филармонии Которые действительно очень много сделали для нашей областной филармонии Учитель культуры Беларуси Я, к сожалению, сейчас в Москве Поэтому я не могу быть у вас на программе Но я всем хочу сказать добрый вечер, Гомель Спасибо Спасибо Вас всех приглашают И вообще хочу пожелать гомельской филармонии Чтобы она была всегда на высоте Чтобы всегда появлялись творческие коллективы Имена В общем, держать так, как все Спасибо вам огромное Мы вас ждем Обязательно ждем с концертом Спасибо Я надеюсь, сюрприз удался Да, вот у меня как-то так мурашки даже немножко Очень мило Очень мило, очень здорово Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня наша программа посвящена приближающемуся юбилею 50-летию гомельской областной филармонии У меня есть еще один вопрос Я знаю, что вы очень требовательны к себе, к своему творчеству Я имею в виду и вас, и вас Об этом говорят и ваши заслуги Скажите, пожалуйста, этого требует музыка? Большая, высокая, настоящее искусство? Думаю, что да Музыка прежде всего Понимаете, от нас, как бы молодое поколение, тоже как бы берет пример Если мы будем нетребовательны То как же будут развиваться рядом с нами молодые музыканты? Это прежде всего Ну, нас так учили, понимаете? Нас так учили в консерватории Правда, Лена Константиновна? Конечно Быть требовательными Не то, что строгая дисциплина Они не успокаиваются на достигнутом Все время стремиться вперед Вот это и есть трудолюбие Вот это вот Тогда есть успех и все остальное Самое главное Работать надо по совести И делать то, что мы можем до конца Вот это главный такой критерий Вот И, конечно же, отношения Хорошие отношения Теплые в коллективе Потому что музыка не делается Путем какого-то приказа Какой-то палки Это никогда не получится Потому что Когда мы выступаем На конкурсе международном Представьте себе Что один человек Со мной в ссоре Он открывает рот И делает вид, что он поет Фактически он не поет Значит, получается, что Вот этот климат Тонкий микроклимат Творческий Он должен присутствовать В каждом коллективе И в каждой семье, я думаю В семье, конечно Обязательно везде Мне бы хотелось узнать Мнение еще по этому поводу Александр Александрович Саша Вот хотел отметить Одно дело слушать артиста на сцене Который дарит нам эстетику И позитивные эмоции Но Вот мы уже только что услышали Что огромное удовольствие Можно получить и от беседы с артистами Я с огромным удовольствием Спешу представить вам артиста Который открыл нашу сегодняшнюю программу Александр Александрович Абросимов Здравствуйте еще раз Наконец-таки мы с вами сможем поговорить Александр Александрович Вот скажите А какое место в вашей жизни Занимает филармония? Раньше занимало Вообще-то Второе место Первое место занимало ресторан Ага В молодости Когда я играл в ресторане А сейчас, конечно, филармония Первое место И это даже Не из-за того, что 50 лет А дошли Нет, потому что Да, я к этому пришел Просто-напросто А вообще на первом месте у меня Бог А на втором месте музыка Об этом немного поговорим попозже Вспомним сейчас 1988 год Вы Именно тогда В тот период времени Впервые пришли в филармонию Да Помните, как это было? Может быть, первый день Когда вы впервые переступили порог? Об этом многие не знают Но я-то помню Потому что Когда я пришел Я думал, что будет Сейчас съемки будут Фильма Помните, какой был фильм Веселые ребята Назывался? Ну, конечно Комедия такая, значит И там, когда Музыканты друг друга мутузили По голове там инструментами Я, когда пришел первый день Я увидел, как музыканты Бьются нотами Я думал, что Какой-то ремикс идет На этот фильм Но оказалось Просто фанаты И они не поделили партитур Нет, там сервисов не было Не надо было переписывать Они, короче, стали Вот от ноты Кому достанется Знаете, переписывать? Я думаю, куда я попал? Потом понял, что попал К фанатам Ну и там и остался Ну, вам-то в тот день Хоть ноты достались? Нет Или пришлось Как-то другим образом? Я переписывал От руки Мы уже услышали Как вы поете Ну, я-то знаю Потому что неоднократно Посещал ваши концерты И слышал о вас В самых различных жанрах Об этом немножко позже Но скажите А вы в семье Единственный поющий? Или это у вас уже Каста вокалистов? Нет Мама просто хорошо пела Мама хорошо пела Наверное, я в нее Вы исполняете джаз И джаз тоже И джаз тоже То есть вам подбластны Все музыкальные направления Если я правильно понимаю Ну, большинство Я знаю, что вы еще Исполняете духовную музыку И духовную вообще Мы поем И пишете И пишу, да Кстати, к слову сказать Уважаемые друзья Если те, кто смотрит Нашу программу С самого начала Та песня Та композиция Которая открыла Наш сегодняшний эфир Музыка и слова Александра Абросимова Так что Спасибо Спасибо Джаз в вашем исполнении Впечатляет Вот как в то время В 88-м год Все-таки Тогда джаз Не совсем был Популярно распространен Не совсем, да Да и духовная музыка Тоже не тогда Не была Не очень популярна Только начинала Набирать обороты Но в принципе Я люблю музыку любую Мне все равно Какая музыка Рок-н-ролл Это или духовная музыка Главное, чтобы это Трогало сердце Если она трогает сердце Значит, хорош Какая должна быть музыка Чтобы тронуло сердце Талантливая Я думаю, что и талантливый Композитор должен быть И исполнение талантовое А если она талантовая Она тронет Ну вот анонсируя Предстоящие события Ну 50-летие Это тот повод По которому мы сегодня собрались Но В Гомеле скоро состоится Еще и пасхальный концерт И у вас будет На этом концерте Если у меня верная информация Особая роль Можно ли уже сейчас Приоткрыть Да Там ничего такого страшного Нет, просто будет второе отделение Это Елена Костяновна, по-моему, предложила Я благодарен ей Именно второе отделение Там будет моя музыка Стихи Обработки Вот и все У нас есть телефонный звонок Саш, по-моему, нас хотят поздравить Давай послушаем А, давайте Точнее, филармонию Да, слушаем Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Я узнаю ваш голос Максим Макс Лоренс, по-моему, звонит нам Я угадала Макс, добрый вечер Добрый вечер, друзья Добрый вечер Добрый вечер, Максим Мы знаем, что ты Имеешь самое непосредственное отношение Гомельской областной филармонии Вот поздравляю У тебя есть такая возможность Сегодня Вот прям насладиться Насладиться этим мгновением И поздравить Сказать все, что ты думаешь Вау Друзья, ну что Что я могу сказать Гомельская областная филармония Это, наверное, тот дом В котором начался Мой профессиональный Творческий путь Еще тогда Вместе С оркестром Под управлением Юрия Александровича Василевского Вот Сейчас он, конечно, называется Имени Юрия Александровича Василевского Но В этом заведении Прошли мои самые лучшие Яркие Веселые Творческие годы И начался мой По-настоящему Весокий творческий путь И я хочу От своего лица Конечно же Поздравить Таким юбилеем Замечательным 50 лет Это большая дата Желаю, чтобы минимум Столько же Было успеха У Гомельской областной филармонии И она продолжала Дальше выпускать Талантливых молодых артистов Которые смогут Пославлять наш родной город За его пределами Да и в нашей стране Спасибо большое Максим Мы тоже желаем тебе удачи Спасибо Спасибо огромное Макс Лоренс Был у нас на проводе Спасибо Вы знаете 50 лет исполняется филармония Александр Александрович А 30 лет исполняется Как вы служите в филармонии Прямо служите Почти Почти Служите Какие-то юбилейные сезоны У нас идут И наверное Есть какой-то случай Который стал судьбоносным Или как-то запомнился Да Александр Есть ли что-нибудь То, что можно рассказать Много было случаев И смешных И не очень смешных И грустных было Но Это не для широкой публики Это только в кулуарах Между музыкантами Можно это вспомнить Но Самое главное Что мне понравилось Буквально Это случилось недавно И которое останется Наверное Если не навсегда То надолго Это опять же Директор филармонии Вы знаете И опять же Художный руководитель Филармонии Как-то вызвали меня Сказали Саша Что-то ты всем гимны пишешь Там какие-то там Есть у меня гимны Для некоторых Организаций А что-то в филармонии К 50-летию У нас нет гимна Друзья Что-то мне подсказывало Что сейчас у нас будет эксклюзив Продолжайте Ты можешь написать Я говорю Могу Ну там Мы договорились О времени О цене Немножко естественно Вот Ну и получилось так Что я написал Руководитель Растератно-симфонийского Оркестра Сделал аранжировку Мы еще не репетировали Но я думаю Что неплохой Получился гимн То есть гимн уже существует Да И музыка И слова И аранжировка Все есть Я понимаю Что гимн Это будет один Из ключевых моментов 24 марта На 50-летие Можно ли хотя бы Сейчас узнать Какие-то ключевые Я не буду просить спеть Хотя бы некоторые Пару строчек Из гимна Пускай останется Но с текстом Могу сказать Первый куплет Гомельская филармония Ты знаешь Что я всегда тобой горжусь На век одной судьбой Мы связаны с тобой В родной стране С названием Беларусь Друзья Это был самый настоящий Эксклюзив В программе Добрый вечер Гомеля В честь 50-летия Гомельской областной филармонии Напомню Что мы работаем В прямом эфире И готовимся вместе К замечательному юбилею Дорогие друзья А сейчас сюрприз У нас в гостях Леонид Боровиков Он был художественным руководителем Гомельской областной филармонии В 80-е годы Добрый вечер Присаживайтесь Присаживайтесь, пожалуйста Добрый вечер Леонид Васильевич Мы очень рады видеть вас В гостях Очень трогательная Такая встреча душевная Мне очень понравилась Скажите Вот вы руководили Творческим процессом В филармонии Где-то около 6 лет Самые такие интересные 6 лет ровно 6 лет Это 80-е годы были Это самый такой Наверное интересный Был период Как вы считаете Когда запрещали Машину времени Когда наверное Популярность Перегиб Но популярность группы Себры Тогда как раз таки начиналась По-моему Они в то время Уже вошли В силу Имели два Диска-гиганта Записали на фирме Мелодия Союз-концерт Гастролирует по всему Советскому Союзу И вот Когда я пришел В 83-м году Они буквально В июне месяце Давали Аншлаговый концерт В цирке Нашем А буквально Через два месяца В сентябре Такой же аншлаг Был в легкотетическом манеже Кстати На этот концерт Приехал с премьера Песни Теперьшним шлягером Вы шуми тебя розы Приехал Эдуард Ханок Состоялось Мое с ним знакомство Это вы привозили Или он сам приехал Ханок Нет Он приехал По приглашению Это сказать Анатолия Ивановича Но премьера песни Именно была у нас Не в Минске А премьера песни Была на том концерте Как раз Ну костюмы артистов Вот в то время Скажите Наверное обсуждались На партсобраниях Там голые плечи Короткие юбки Ну скажите Вы знаете Точно на партсобраниях Эти две вопросы Не обсуждались То есть можно было Любой длинный юбк Надевать артисты Потому что наши артисты Всегда были одеты хорошо Со вкусом Со вкусом Женщины всегда были Длинные красивые Концертные платья Мужчины Смокинги Вот Фраки Концертные Камерный хор Тоже в то время Существовавший Тоже прекрасно был одет Поэтому с этим вопросом Мы другие вопросы обсуждали Какие? Воспитательные Так Обсуждали документы партии Вы же не забывайте Какое было время Все-таки Канун перестройки Потом перестройка Разгул демократии Потом Чернобыльская катастрофа Да И это все на музыке Отразилось очень сильно Что? Это отражалось На нашей работе Безусловно Особенно Чернобыльская катастрофа Это очень Отразилось На нашей Дело Мы столкнулись С таким моментом Что В том числе Вот Электрориальные группы Небольшие По количеству Там 4-5 человек Раз Выезжают Муж с женой Участники этой группы Уезжают В другой город Все И у нас Таких Две семейные пары Уехали Одни в Донгасс В Донецк уехали А вторые Вороженеки За теперешний Владикавказ Так что мы столкнулись А мы выступали Каждую неделю Несмотря ни на что Потому что вы настоящие Артисты Именно пары Галина Ивановна И камерный хор Наши камерно-электрориальные Группы Грубо говоря Не вылезали из этих районов И постоянно там работали Скажите пожалуйста А что нужно сделать Вот сегодня Чтобы Если можно так выразиться Вернуть Интерес К классической музыке К настоящему Вот этому искусству Большому Ну это вопрос Очень сложный И вместе с тем Он возможен Конечно же Все зависит От семьи Зависит От интересов Увлечений Родителей Дальше Того мира Который окружает Человека Ребенка Так Вот если ему Преподают в школе Если в школе Можно выступить К камерному хору Оркестру Выступить Да Ведь мы должны С азов начинать Нельзя же сразу Давать Вот высокую музыку Потихоньку Постепенно Как мы учим Буквы Так надо приучать Ребенка К музыке высокой Потому что она делает душу Живопись Музыка История Литература Это невозможно Без этого прожить И душа формируется Человека Вот надо на это Очень большое внимание Уделить сейчас Иначе мы потеряем Просто эти подростки Все правильно Сказала Лена Константиновна Я считаю Что время Конечно у нас сейчас Другое 21 век И нам надо И соблюсти И понять И принять То что дает 21 век Но мое личное мнение Я считаю Что нужно строить Концертные залы Красивые Сейчас народ Стремится к красоте И это никуда От этого не уйти Поэтому когда Красивый зал Любой возьмите В Москве У нас В Гомеле В Минске Он Может быть там просто Люди идут Понимаете Первый раз Но он знает Что он сейчас придет В красоту И вот вечер Он будет в этой красоте Поэтому красота Она подвижническая Такая должна быть И тогда будут И слушать И хор И оркестр И эстраду И джаз Но нужно прийти В красивое место Вот это мне кажется Очень важно И важно Важно очень Это красота Леонид Васильевич Но надо раскрыть Секрет Для многих телезрителей Вы тоже имеете Самое непосредственное отношение И сегодня К высокому Большому И вечному Вы преподаете Да Расскажите Я работаю В Гомельском колледже Искусств Имени Соколовского Преподаю фортепиано Фортепиано Ну дорогие друзья Мне кажется Это большой восход Конечно Это дети и музыка Скажите Олег Игорь Васильевич Извините Да У него абсолют Абсолютный слух Вот вы сели Любой Любой тональности Любое произведение сыграет Это у него достоинство Большое Да Но за успехами филармонии Вы следите Безусловно Спасибо У нас есть телефонный звонок Давайте послушаем Алло Здравствуйте Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Как вас зовут? Ирина Васильевна Кова Здравствуйте Здравствуйте Васильевна Васильевна Добрый вечер Вы как здорово Что вы дозвонились Да Слушаем Добрый вечер Уважаемые коллеги Добрый вечер Я от всей души Рада поздравить вас сегодня Я рада вас видеть И конечно Я получаю огромное удовольствие Что филармонии 50 лет И хоть каким-то образом Я к этому причастна Я счастлива Что я работала В этом коллективе И имела честь Такую работать В этом коллективе Коллектив Который Прославлял Нашу область Нашу страну На международных конкурсах На международных фестивалях И конечно От всей души Творческих успехов вам Здоровья крепкого Благополучия И чтобы все получалось И чтобы все двигалось Дальше Вперед И еще на ближайшие 250 лет Спасибо большое Ирина Васильевна Спасибо вам огромное Вам тоже удачи Ну конечно же Надо напомнить Что это директор Нашего Гомельского Дворцово-паркового ансамбля Она была Генеральный директор Да Она была Директором филармонии И конечно же Это поздравление Очень-очень-очень приятное Я думаю Сегодня Ну дорогие друзья Вообще лучшая награда Мне кажется Для любого артиста Это конечно же Являются Аплодисменты Вот эти аплодисменты Для вас Я благодарю Мы все благодарим Что вы пришли Сегодня к нам В студию Ну а мы конечно Продолжаем Эстрадно-симфонический Оркестр Имени Юрия Василевского Коллектив Который Ну рады видеть На любой Концертной площадке Вы знаете Без этого коллектива История Гомельской областной филармонии Ну конечно Была бы Совершенно другой Эта история Началась Два десятилетия назад В ноябре 1996 года На белорусской сцене Засияло Новое созвездие Эстрадно-симфонический Оркестр Гомельской областной филармонии Основателем коллектива Стал талантливый Музыкант И дирижер Заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Василевский Под его руководством Коллектив создал Золотой фонд Песен и музыкальных номеров И сформировал Великолепный репертуар В разные годы С оркестром Сотрудничали Анатолий Ермоленко И Николай Скориков Композитор Игорь Лучинок Певица Ирина Дорофеева Заложенные традиции Успешно продолжает Нынешний руководитель И главный дирижер Оркестра Станислав Шныр Его он возглавил В 2007 году Сегодня оркестр Это большой Творческий коллектив В составе которого Солисты-вокалисты Скрипичная и духовая группы Ритм-секция Бэк-вокал Несколько раз в год Появляются новые Масштабные проекты Талантливая молодежь Гомельщины Концертные программы С лауреатами Российской премии Национальное достояние И артистами Арт-проекта Тенора 21 века С аншлагами Проходят программы Мюзикл Лучшее и любимое И любимые мелодии кино Гастрольные карты Эстрадно-симфонического Оркестра Гомельской областной Филармонии Россия, Украина, Словения, Польша и Латвия В 2016 году Оркестру исполнилось 20 лет В честь этого события Изменился и статус Оркестру присвоено имя основателя Юрия Василевского А на концертах Зрители всегда ждут Интересные и разнообразные программы Яркие премьеры Встречи с любимыми солистами Субтитры сделают Солнышко моё Солнышко моё Друзья, в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомели». Напоминаю, что сегодня мы встречаемся с самыми яркими представителями культурной элиты Гомельщины. С огромным удовольствием спешу представить нас в гостях Станислав Шныр, художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского. И великолепный артист-иллюзионист, настоящий маг и чародей Николай Николаевич Манец. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Рады видеть вас. Ну, а я, дорогие друзья, хочу представить уникальный в своём жанре коллектив театра для детей «Вырастайка» и его бессмерного руководителя Вадима Ивановича Юрлова. Ну, а также актёров этого театра Игоря Юрлова и Татьяна Щербак. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Знаете, хотелось бы начать наш разговор с такого вопроса. Станислав, оправда ли, что вы отменили гастроли, чтобы прийти к нам на программу? Правда. Это достойно аплодисментов. Оркестр недавно отметил своё 20-летие. На ваш взгляд, что самое главное достижение за это время? К чему подошли к 20-летию? С чем? С большим багажом. С большим багажом различной музыки, различных жанров, направлений. И, естественно, это профессиональный рост коллектива. Вы работали с огромным количеством артистов и белорусских, и российских, и зарубежных. И каждый год радуете и гамильчан, и гостей и страны, и ближнего и дальнего зарубежья новыми программами. Прошло-позапрошлый год были просто перенасыщены яркими программами, которые просили ещё и повторить, скажем так, на бис. И просят до сих пор. Просят до сих пор. Достойно, по-моему, аплодисментов. Планы. Какие планы? Чем будете? Приоткройте хотя бы немножко. Возможно, с Александра Софина споёте, сыграете. Почему нет? Почему нет? Коллектив есть, исполнитель есть, репертуар есть. Осталось только встретиться, сделать программу. Отлично. У нас есть телефонный звонок, Александр, если позволите. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Я Татьяна Буланова. Здравствуйте, Татьяна Буланова. Здравствуйте, Татьяна Буланова. Да. Правда, я к вокалу никакого отношения не имею. Я не певица Татьяна Буланова. Ой, вы меня прям испугали. Нет, 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 не пугайтесь, пожалуйста. А я-то уже поверил. Нет, вы знаете, я совершенно случайно включила телевизор и была очень рада увидеть знакомые лица. Прежде всего, это Леонид Боровиков, поскольку я в 78-м году закончила Гомельское музыкально-педагогическое училище, где Леонид Васильевич преподавал фортепиано. Я лично у него не училась, но неоднократно на концертах училище слушала его исполнение великолепное. У него учились мои подруги, я бы тоже хотела его поблагодарить за все и вот поздравить всех участников, артистов нашей замечательной, я считаю, филармонии. Согласна. Тем более, что мой преподаватель Александр Александрович Первышев был в свое время директором этой филармонии. Мне очень приятно было увидеть в студии Елену Соколову, поскольку я в данный момент работаю в 59-й школе учителем русского языка, где выступала замечательная капелла Елены Соколовой. И вы знаете, я со всей ответственностью могу сказать, что на учащихся старших классов выступление капеллы произвело замечательное впечатление. Мы потом пошли с ребятами на урок и очень долго обсуждали, да, может быть, им все понятно, но им это понравилось. Это было красиво, это было профессионально и интересно. Поэтому я от души хочу поблагодарить и Елену Соколову, и Леонида Васильевича Боровикова. Кстати, я являюсь поклонницей страстной нашего оркестра под руководством Станислава Шныра. И однократно была на концертах. Поэтому тоже огромное спасибо. Всем удачи, здоровья. Спасибо. Спасибо вам огромное за этот звонок. Спасибо вам большое. Аплодисменты просто просятся. Мне кажется, да, женщина так искренне с нами, Татьяна Буланова. В общем-то, была сегодня, да. Друзья, сегодня столько много чудес, но еще чудеса начнутся сейчас в прямом эфире. Хотите? Да, да. Мы очень хотим чудес. Николай Николаевич, можно я вас буду называть мистер Ник? Можно. Вы член, сейчас даже правильно прочитаю, вы член Международного братства магов, если я не ошибаюсь. Есть такое братство магов. Сами-то в чудеса верите? В чудеса, безусловно. Если бы я их не верил, кто бы мне поверил тогда? Гомельскому зрителю вы служите ни много ни мало, а уже три десятилетия. И, ну, всегда удивляете. Помните ли тот момент, когда вы поняли, что творить чудеса, ну, это ваше призвание, это ваш путь, это ваша творческая карма? Это было не в Гомеле. Это было после института в 79-м году. Я впервые улетел на гастроли Волгоград. А улетели в качестве кого? Уже мага иллюзиониста? Уже, 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 уже иллюзиониста. Первые, единственные первые мои гастроли были, 10 минут метража у меня было времени, фокусы простенькие. Но тогда параллельно мы работали, я был вместе с коллективом тракторного завода художественной самодеятельности. Вот. И параллельно мы работали, мы работали там где-то на открытых площадках, на площадях, вот так, на улице. А в это время Игорь Емельевич Киева работал в цирке. И я решил не упустить такую возможность. Ознакомиться поближе. Да, да, да. На вторые сутки мне удалось прорваться к нему после его представления. Я молодой, наивный, нахальный, говоря современным языком, попросил у него мастер-класс. И? Маэстр не отказал? Нет, он спросил. Мистер Ник, у меня к вам огромная просьба. Удивите нас прямо сейчас. Да, просим. Фокусы в нашей студии впервые. Хорошо, хорошо. Вот есть небольшой аксессуарчик, такой стул обыкновенный, офисный. Мы вам даже сможем в этом помочь, если позволите. Есть веревка, проверьте. Поверьте сейчас, что вы Икио, а мы молодые, неопытные, пришли к вам новые. Друзья, вот она. Там есть кнопочка, но так должно быть, посмотрите. Кнопочка? Да. Кнопочка? Не, я не слышал. Не слышали, да? Ну, хорошо. Тем лучше для меня. Смотрите, вы когда-нибудь связывали человека по рукам и ногам? Нет, но я хочу попробовать. А, пожалуйста. Мне надо два человека. То есть я одна не справлюсь? Да, возьмите, пожалуйста, вот так. Натяните хорошенечко, вот так. Держите. А я возьму руки, положу сюда. И свяжите их, пожалуйста. Наталья. Как можно крепче. Да, 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 да. Как можно крепче свяжите. Еще раз? Да. На три узла, на три, на три вяжите. Посильнее. Правильно? Посильнее, посильнее привязывай, да, да. Если руки посинели, ничего страшного. Я могла бы сама справиться. Отлично. Что теперь? Так, теперь, вот я не хотел бы, чтобы видели, как я зубами буду развязывать эти узлы. А вы зубами собираетесь развязывать, да? Ну, чтобы не видели. Станислав Бреслович, можно позаимствовать вашу консультурный пиджак? Пожалуйста. Ну, прикрыть так. Ну, вот это все. Да. Так, вы действительно сейчас выберетесь? Да. Саша, ну, немножечко так в стороночку отойдите, вот так чуть-чуть. Вы видели? Нет, ничего, все в порядке. Вы можете посмотреть. Да, поправьте, пожалуйста, поправьте, да. Да, стоп. Да. Саша. А, извините, да. Наташенька, скажите, сколько времени вам потребовалось, чтобы связать мне руки? Ну, секунд 20, наверное. 20, да. Я вам даю 10 секунд. Раз. Да, посчитайте до 10. Я попробую все-таки освободиться как-нибудь. Итак, начинаем. Раз. Да, вы начинаете, а я тоже. Три. Да вы что, четыре. Пять. Спасибо. Маг и волшебник нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Мистерник нашей студии. Спасибо, спасибо. Спасибо. Друзья, лично я не перестаю верить в чудеса и знаю, что они случаются в нашей жизни, но их создают не только маги и чародеи, но настоящие чудеса еще создают мастера художественного слова. Об этом совсем скоро в нашем прямом эфире. Ну что ж, дорогие друзья, на выступлениях этого театра выросло не одно поколение юных зрителей Гомеля и Гомельской области. Театр для детей «Вырастайка» — уникальный коллектив, напоминаю, которым руководит актер с большой буквы Вадим Иванович Юрлов. Да, еще раз хотелось бы поприветствовать вас. Вопрос, который, наверное, вам задают часто. Расскажите, как, кому 30 лет назад пришла идея создать такой коллектив? Во-первых, приятно сегодня и спасибо вам за то, что Леонид Васильевич — художественный руководитель, который принимал нас на работу тогда. Вот так. Вы нам такую встречу сделаете. Во-вторых, мы пришли уже, приехали с семьей в Гомеле работать. Это уже был театр. Театр двух актеров. С супругой и музыкальное сопровождение Игорь Юрлов. В программе были как для взрослой аудитории программы, там Шукшин, инсценированные рассказы Распутина, Бунина, также и для малышей. И вот со временем нам немножко стало тесно. И мы решили расширять этот коллектив. А решили, потому что те произведения, которые мы стали брать, они уже на трех артистов не годились. Маловато. Маловато было, да. И вот вы назвали уникальный театр. Уникальность его в чем? В том, что актеры, которые работают в этом театре, репертуар — это все режиссер, которого мы приглашаем. Балетмейстер, который приходит, когда уже пьеса готова. Кстати, уникальность еще в том, что все произведения вот той школы безопасности, которая есть на сводных афишах, это спектакли о том, как себя вести в сложных, порой опасных для жизни ситуациях. Вот когда я статистику увидел после постановки спектакля по правилам дорожного движения и увидел, в какие беды попадают ребята на воде, во время пожара и так далее, у меня тогда возникла мысль, а не сделает ли целый абонемент такой. Вот я думаю, что такой абонемент и такой коллектив у нас в Беларуси только в нашей филармонии. Спасибо большое. Я хочу обратить внимание наших телезрителей. У нас здесь, по-моему, есть афиша, одна из первых, если я правильно, понимая афиша, сказка-игра, и написано «Режиссер В. Юрлов». Это же вы? Это я. Здорово. Это я. Скажите, а для какого возраста рассчитаны сегодня спектакли? Где вы показываете, какие детки их смотрят? Ну вот школа безопасности, она рассчитана для детей от 5 до 10 лет, а вот не так давно в нашей филармонии и, конечно же, в нашем театре «Воростайка» появился целый абонемент, целый цикл спектаклей для самых-самых маленьких зрителей, но совсем малышей, 2-5 лет. Это спектакли о видах искусства. Вот вы спрашивали, как сделать так, чтобы дети понимали филармоническое искусство? Вот мы начинаем учить их азам искусства, азбуки искусства, живописи, рассказываем о системах кукол, рассказываем... И как дети? С удовольствием смотрят? Вы знаете, ну вот без ложной скромности скажу, что спектакли получились очень удачные, очень светлые. Нам очень приятно, когда вот лица не только детей, а взрослых постепенно светлеют, становятся добрыми. И нам очень часто говорят, что после ваших спектаклей хочется жить. Это вот, мне кажется, самое-самое главное. Спасибо. Спасибо. Это очень жизнеутверждающее, очень важно. Игорь, я знаю, что на этих спектаклях очень много интересных декораций, реквизит. Вот расскажите, как справляетесь с этим? У нас есть, уже сложилась за эти годы, целая команда людей, с которыми мы... Профессионалы, с которыми мы работаем очень плотно. Это балетмейстер, это художник, это режиссер. Это очень талантливые все люди, мы ими очень дорожим, и они нам помогают. Конечно же, нам помогает и администрация филармонии. Они нам никогда ни в чем не отказывают. За это им, конечно, большое спасибо. Ну, что-то мы делаем своими руками. Справляемся, справляемся. Здорово. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. По-моему, мне подсказывают наши редакторы, что они связались. Это еще очередной сюрприз сегодня. У нас на связи Андрей Колосов. Алло. Артист Национального Академического Народного Оркестра Республики Беларусь имени Жиновича, одного из старейших музыкальных коллективов Беларуси. Андрей начинал свой творческий путь в Гомельской филармонии. Все верно? Совершенно верно, да. Ну, мы очень рады, рады сегодня слышать вас. Могу и попасть на то, что еще и исполнитель главных ролей в Мизикле это Казанова и Джейн Хэйр. Это все вы? Это все вы? Мы очень рады, что смогли вам дозвониться. Скажите, что для вас Гомельская областная филармония? Для меня Гомельская областная филармония – это как гнездо, из которого я вылетел. Это, собственно, благодаря им я, собственно, и стал музыкантом. Потому что изначально, когда я попал в филармонию, я был не больше, не меньше, как поварешка. Но в меня поверили. И вот в результате уже можно хвастаться, чего допил. Спасибо большое. Вы можете воспользоваться уникальным случаем и поздравить сегодня самых ярких представителей коллектива. Они сегодня у нас в гостях. Слушаем вас. Я с огромным удовольствием поздравляю замечательный свой коллектив, Горько-областную филармонию, Эль-Страта «Систематический оркестр» нашего уважаемого дирижера Владимира Брониславовича. И весь весь коллектив поддельный. Спасибо Авзонину Владимиру Николаевичу, который первоначально в меня поверил, сказал, давай, как все получится. Я очень скоро надеюсь с вами увидеться. Желаю еще много-много-много дней рождения для оркестра, много карьерных перспектив, чтобы все больше и больше проекта посвящислялось, и чтобы все было только на ура. Спасибо вам большое. Мы вам тоже желаем удачи. Спасибо большое. Ну, я знаю, что один из таких жанров, как литературная программа, или чтец, как это правильно называется, он вообще востребован сегодня, да? Скажите, или это все-таки очень редкий жанр? Он не редкий жанр, но то, что на афишах вы его редко встречаете, это, конечно, беда. Я думаю, что возродится и те, как книги, книга не умрет, и не умрет этот жанр. Еще я хотел сказать, вот то, о чем мы говорили об успехе наших, наших, так сказать, спектаклей перед детьми, это потому, что все, кто его создает, начиная актера и заканчивая художник, не утратили чувство детского восприятия. Если его потеряешь, лучше тогда не работать перед детской аудиторией. Ну, мне кажется, здесь еще, знаете, что важно? Это ваше актерское мастерство. Я бы хотела, чтобы вы сейчас что-нибудь прочитали нашим зрителям, чтобы... Давайте начнем возвращать этот жанр. Давай, прямо сейчас, прямого эфира. Да, что вы будете читать? «Маренький кусочек головы два солдата» из поэма Твадровского «Василия Терки». Вообще, тема войны, она меня всегда интересовала. Просим вас на сцену. Да, просим. Спасибо. В поле вьюга заверуха, В трех верстах гудит война, На печи в избе старуха, Дед-хозяин у окна. Рвутся мими, Звук знакомый отзывается в спине, Это значит, Теркин дома. Теркин снова на войне, А старик как будто ухом по привычке не ведет. Перелет, Лежи, старуха, Или скажет, Недолет на печи, Забившись в угол. Так глядит из-под тяжка, С уважительным испугом за повадкой старика, С кем желание уважала. От кого вдали держала по хозяйству все ключи, А старик, одевшись в шубу И в очках подсев к столу, Как от клюквы кривит губы, Точит старую пилу. Вот не режет. Точишь, точишь, не берет. Ну что ты хочешь? Теркин встал, А может, дед, у нее развода нет? Взял пилу, А ну-ка, И в руках его пила. Точно поднятая щука, Острой спинкой повела, Повела, повисла кротко, Теркин щурится, Ну вот, поищи-ка, дед, разводку, Мы ей сделаем развод. Поглядите, то отрадно, Завалящая пила, Так-то ладно, Так-то складно, У него в руках прошла, Обернулась и готова. На, дед, бери, смотри, Будет резать лучше новой, Зря инструмент не кори, И хозяин виноватого бойца Берет пилу. Вот что, значит, мы солдаты, Ставит бережно в углу. Браво! Вадим Юрлов, Артист Гомельской областной филармонии. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз хочу напомнить, Что сегодня у нас в гостях Были артисты и руководитель Бессменного театра для детей Вырастайка, Вадим Юрлов, Игорь Юрлов, Понятно, что это родственники, да? Сегодня у нас в гостях была Татьяна Щербак. Спасибо вам большое. Ну, дорогие друзья, Мы вернемся в студию Уже совсем скоро. О грандиозном шоу, Которое ждет гомельчан Уже совсем скоро, 24 марта, Расскажет в нашей студии Директор Гомельской областной филармонии Елена Давыдовская. Встречайте! Елена Александровна, Ну вот анонс мероприятия Юбилейного концерта Гомельской областной филармонии, Он заполонил социальные сети Кругом афиши. Скажите, пожалуйста, Я знаю, что билеты давно проданы. Что грандиозного Вы готовите для гомельчан? Я хочу начать с главного. Я горжусь коллективом, В котором я работаю. И этот коллектив Будет представлен Именно 24 числа На большой сцене ОКЦ нашего замечательного центра, Где будут представлены Все коллективы. И только на этом концерте В единственном разе Будут артисты, А их более 150 на сцене, В одной единой семье В течение двух отделений. Естественно, с антрактом. И сменяемость будет очень быстрая, И где каждый себя покажет И исполнит только лучшее, Самое замечательное Для нашего любимого зрителя. Два часа, Два часа, я правильно поняла? Два часа концерта, Который должен просто удивить И покорить гомельчан. Вот то, что К чему научились, да? То, что К чему пришли за эти 50 лет Будет показано на сцене ОКЦ. Я хочу вам сказать с гордостью еще раз О том, что зритель даже не заметит Этого времени. Время пройдет очень быстро. Это танцевальное шоу, Цветовое шоу, А также качество звука И качество душевной теплоты, Которую несет каждый артист, А они готовятся Показать именно золотое, Именно голоса, Золотую мелодию, Золотое время. Работы, Доставление радости Зрителю Только для зрителя И с огромным удовольствием. Скажите, Вот вопрос такой, Какое бы самое важное Может быть событие За эти 50 лет Вы бы лично Обозначили для себя В истории филармонии? Ой, это такой вопрос Очень серьезный. Один, одно такое событие. Каждый год неповторимый И год за годом Это и есть событие. Все года для филармонии Они значимы. И не могу даже сказать, С каждым годом филармония Развивается И у нас только Прибавляется в творчестве Мы не останавливаемся На достигнутом. Только новое И неповторимое. Этот год, Именно 24 марта, Вы увидите Историческое событие В единственном разе. И оно будет Запоминающее Для нашего зрителя. Спасибо вам большое, Саш. Я знаю, мы сегодня Попробовали показать Это нашим зрителям, Что дети Занимают особое место В вашем коллективе. Безусловно, потому что Традиции филармонии Продолжают дети. Они, как известно, Главные, лучшие новаторы. У нас в гостях Продюсер центра Артбис Елена Андржиевская. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко С кем пришли вы сегодня? Что это за Юный коллектив Яркий, талантливый? Я бы назвала Это самое основное Рабочее звено Детского проекта Продюсерского центра. Это основные солисты, Которые сегодня Собрались в нашей студии Великолепно. Елена Александровна, Ну, скажем так, Относительно недавно Создан продюсерский центр, Но он уже завоевал Такую популярность. Он взлетел на такую волну. Он находится на таком гребне. Гребне, В чем секрет? Как так получилось? Вы знаете, Александр, Я ничем никого не удивлю. Весь успех всегда И всюду И во всех профессиях Зависит от очень Большого трудоволожения. Сегодня продюсерский центр Это абсолютно молодой Рабочий коллектив, Который имеет Некое креативное видение, Который помогает Буквально во всем Не считаясь, Абсолютно не считаясь, Ни с каким рабочим временем, Личным временем. То есть все это время Ребята стараются Работать на благо Продюсерского центра. Отсюда Появляются вот такие Замечательные дети. И пользуясь случаем, Конечно, не могу Не сказать об этом. Это колоссальный труд Еще родители Этих детей. Огромное им спасибо. И дети Звезды благодаря Именно родителям. Елена Александровна, О ваших артистах, Которые вышли Из продюсерского центра И продолжают В нем работать. Ну, ни одна Концертная программа Города, области, А то и страны Не обходится без их участия. Но есть еще Огромное количество И родителей, И детей, Которые также Хотели бы стать Частичкой Вашего продюсерского центра Артбис. У каждого ли есть шанс Попробовать свои творческие силы? В сентябре месяце Мы вообще приглашаем Всегда всех И проводим отборы И отсмотры, И отслушивания деток. То есть, конечно, Есть у каждого. Но у тех, кто готов Работать, не покладая рук, Вкладывать в своих детей Очень много времени. Я не буду говорить О средствах именно времени. Много сил. И тогда шанс Есть у каждого. Вы знаете, В канун 50-летия Хочется пожелать вам Покорения новых вершин, Блестящих номеров И аншлагов. Спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, Сегодня у нас в гостях Были артисты, Певцы, музыканты, Чтецы Гомельской областной филармонии. Мы еще раз спешим Поздравить вас, Дорогие наши артисты, Юбиляры, С этим замечательным 50-летним полувековым юбилеем. Пожелать вам новых песен, Покорения новых вершин. Конечно же, Концертных залов И больших гастрольных маршрутов. И, как говорится, С песней вперед. Ну и, конечно же, Напоминаем, Что 24 марта В общественно-культурном центре Все артисты Гомельской областной филармонии Дают грандиозный концерт. Так что, Не пропустите это событие. Мы, кстати, Там тоже будем. Ну а на сегодня, Уважаемый, Любимый наш город, Мы прощаемся с тобой. Желаем себе доброго вечера. Ну и, конечно же, Этот добрый вечер Должен закончиться музыкой. На свете слова нет, Роднее и дороже. Встречаю с ним рассвет, И спать ложимся тоже. Есть в этом слове «Жить», Есть в этом слове «Песня». Нам без него никак не прожить. Мама, Мама, Откроем слово на планете. Мама, Мама, Твоя любовь, Как солнце светит. Мама, Мама, Дыхание радости и света. Мама, Мама, Твоим теплом земля согрета, Мама, Сегодня все цветы Распустятся для мамы. Сегодня все мечты О добром и о глазах. Тепло любимых глаз И свет твоей улыбки Важней всего на свете для нас. Мама, Мама, Одно и слово на планете. Мама, Мама, Твоя любовь, Как солнце светит. Мама, Мама, Дыхание радости и света. Мама, Мама, Твоим теплом земля согрета, Мама, 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 Одно и слово на планете. Мама, Мама, Одно и слово на планете. Мама, Твоя любовь, как солнце светит, мама. Мама, ты ко мне радости и света, мама. Мама, твоим теплом земля согрета, мама, мама, мама. Мама, мама, мама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова